Многие, особенно начинающие садоводы, интересуются, какие растения можно посадить, чтобы за ними почти не ухаживать, и при этом, чтобы они еще и красиво цвели. Каждый из нас мечтает украсить свой участок, причем за короткие сроки, неприхотливыми цветущими культурами, которые не нуждаются в постоянном уходе. В качестве быстрого озеленения особой популярностью пользуются садовые лианы. С помощью многих видов этих растений можно за сравнительно короткие сроки задекорировать любую зону в саду, украсить придомовую территорию, арку, беседку или забор, а также создать эффектные цветущие вертикали. Одной из самых неприхотливых и красиво цветущих лиан считается кампсис. Многие его справедливо называют неубиваемым растением, хотя в первые годы высаженный саженец в основном будет наращивать свою корневую систему, то есть входить в силу, и стремительным ростом вас не порадует. Зато после кампсис уже будет не остановить. Это довольно мощная листопадная лиана, способна вырастать на высоту 15 метров. Ее прочные гибкие побеги хорошо цепляются за самые разные шероховатые поверхности. Это может быть стена, ствол дерева, деревянный забор или специальная конструкция. Но тут я хочу сразу предупредить, что воздушные корни этой лианы, которые образуются на самих побегах, могут довольно глубоко проникать в кору дерева или штукатурку стен, тем самым их разрушая. Хотя у китайского вида воздушных корней нет. У кампсиса невероятно мощная и длинная корневая система, которая может распространяться на много метров. Поэтому не стоит высаживать кампсис около дома или у стен. Были случаи, когда эта лиана с годами так разрасталась, что повреждала даже фундамент. Чтобы хоть как-то сдержать рост корней, саженец при посадке надо оградить прочными металлическими листами, вкопав их на глубину не менее одного метра. Кампсис невероятно красив в своем массовом цветении. Он выпускает ярко-красные, оранжевые, розовые или желтые соцветия, состоящие из удлиненных цветов граммофончика. В каждом соцветии их может насчитываться до 15 штук. К тому же у этой лианы декоративная перистая листва, которая создает красивую ажурную крону. Даже небольшое растение способно украсить любой участок, причем его будет видно даже издалека. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом по выращиванию этой лианы. Я буду благодарна всем вашим комментариям, советам и лайкам. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Очень многие, увидев кампсис во всей своей красе, желают приобрести его в свой сад. Но перед покупкой саженца обязательно учитывайте все минусы этой лианы. Каким бы красивым кампсис ни казался, он все-таки является агрессивным растением. Корни этой лианы распространяются на несколько метров. К тому же они дают корневую порозу, которую придется периодически удалять. Но сколько бы вы не избавлялись от этих растений, живучесть кампсиса не сломить, даже применением гербицидов. В этом смысле он действительно неубиваемый. К тому же его саженцы легко приживутся на любой почве и смогут расти даже в тени. Много лет назад я по незнанию высадила укорененный побег кампсиса в тени грецкого ореха. И он не только выжил, но и пытался цвести. Если вы хотите, чтобы эта лиана пышно цвела, выберите для нее солнечное месторасположение или в легкой полутени. Обратите внимание на прочную опору. Старый шаткий деревянный забор для нее не подойдет, так как с годами кампсис просто завалит его своей массой. Также не стоит высаживать рядом с кампсисом многие растения, которые будут конкурировать в поисках воды и питания. Хотя кампсису это никак не навредит. Он настолько живуч и неприхотлив, что способен сам себе добывать влагу и питательные вещества с помощью мощной корневой системы. Если у вас нет времени на уход за растениями и вы мечтаете создать красиво цветущие вертикали, живую изгородь или навес, украсить садовую арку или создать притенение для зоны отдыха, тогда итальяна для вас. Главное, правильно подобрать ей место, чтобы кампсис с годами никому не мешал и не смог проявить свои разрушительные качества. Хотя какой бы агрессивной итальяна ни являлась, в период цветения она выглядит потрясающе. Крупные колокольчатые цветы кампсиса распускаются в пышных соцветиях. Длину каждый цветок достигает около 9 см. Достоинством итальяны является ее крепкое здоровье и прихотливость. А самое главное, то что она почти непрерывно цветет все лето до осенних похолоданий. Выглядит это очень эффектно. Цветущий кампсис невозможно не заметить даже издалека. А вот запаха у цветов почти нет. Зато они привлекают на участок самых разных опылителей. Кампсис является неплохим медоносом. Однако я хочу обратить ваше внимание, если вы высадите его возле мощения, то корни итальяны могут его легко повредить. К тому же опавшие цветы вам придется периодически убирать. Не стоит также выращивать кампсис вблизи окон жилого дома, так как в период цветения его цветы привлекают много насекомых. Но и это еще не все. Со временем на ветках созревают длинные стручки с семенами. При опадании они растрескиваются, и из них выпадают семена, которые разносятся ветром. Вопрос размножения кампсиса многих садоводов мало интересует, так как он способен давать свой самосев и поросль. К тому же его ветки сами наращивают воздушные корни. Черенкование кампсиса, а также отделение прикорневых отростков – это самый простой вариант. Казалось бы, это живучее растение ничем не сломить. Кампсис быстро разрастается, в уходе и поливе не нуждается, размножается также активно и самостоятельно. Однако, эта лиана очень любит свет и тепло. Без утепления прикорневой зоной она выдерживает морозы до минус 23 градусов. В садах средней полосы с холодными зимами саженца необходимо высаживать на солнечных участках и в первые годы мульчировать и укрывать. Хотя в своей пятой климатической зоне я это не делала. Если вы решитесь приобрести такую лиану, учтите, что наиболее выносливый и зимостойкий североамериканский вид – это кампсис укореняющийся. Его светение начинается в июне-июле, а заканчивается холодной осенью. Пожалуй, это наиболее неприхотливая лиана для быстрого озеленения вашего участка. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok